Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава второй книги Паралипомана или Хроник Мы читаем перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет Вот собственно как устроен был храм мы уже прочитали, а теперь принадлежности этого самого храма Соломон сделал медный жертвенник длиной в 20 локтей, шириной в 20 локтей, высотой в 10 локтей Локти это около полуметра, то есть довольно большое сооружение Квадрат со стороной 10 метров, высотой в 5 Ну в общем это даже не жертвенник, а такое знаете целое строение К нему надо было забираться на лестнице Соломон изготовил море, литое круглое, ну то есть такой маленький бассейн что ли Но не для того чтобы там плавать, а скорее для омовений Литое круглое в 10 локтей от края до края То есть его диаметр 10 локтей 5 метров Высота его 5 локтей, окружность если мерить шнурком 30 локтей Очень люблю этот стих, почему? Он нам показывает насколько приблизительно вот эта вся числовая составляющая библии Число Пи все помнят, я надеюсь, да? 3,14, ну это если округленно, а можно прочитывать очень много знаков А здесь смотрите, диаметр 10 локтей, а окружность длиной 30 локтей Значит число Пи в древнем Израиле было равно строго 3 Правильно? Нет, конечно, мы скажем, это округленно 3,14 это же тоже округленно Но для школьных задач 3,14 вполне хватает Или если нам там нужно посчитать, я не знаю, там площадь какого-нибудь круглого помещения Или сколько обоев поклеить на его стены, да? Нам не нужна точность до миллиметра А здесь еще меньше точности То есть все эти цифры, они, конечно, округленные Мы более того видим, что до 5 или 10 локтей Возможно, там было не 30, скажем, 31,4, а возможно, их там было 33 или 29, да? Но приблизительно 30 В нижней его части по кругу шли изображения быков Медное море, то есть такой, ну, бассейн или котел, который наполнен водой Они опоясывали все море в 10 локтей размером Двумя рядами и были отлиты вместе с морем, как единое целое Море покоилось на 12 быках Три быка смотрели на север, три на запад, три на юг, три на восток Крупы их были обращены внутрь, а море лежало на них сверху Ну вот, представим себе, такая огромная чаша, и она на 12 фигурах быков Толщина стенки моря, одна ладонь Край его был, как край чаши в виде цветка лотоса Море вмещало 3000 батов Это, ну, где-то 100 с лишним 36 литров воды Очень мощный сосуд Соломон сделал 10 чанов и поставил их по 5 справа и с левой стороны В них омывали то, что шло на всесожжение В море омывались священники Значит, очень важная вещь, что жертвоприношение должно сопровождаться ритуальным очищением Значит, море это действительно такой, как бы, бассейн или купель для священников А еще есть 10 таких чанов, там жертвы омывают, чтобы все было чисто Соломон сделал 10 золотых светильников по всем правилам Он поставил их в храме по 5 справа и левой стороны Он изготовил 10 золотых столов, которые тоже поставил в храме по 5 справа и левой стороны А также 100 чаш для крапления крови Ну, там же много жертвоприношений, значит, это все должно быть Чтобы было где все это размещать и с помощью чего это делать Соломон устроил двор священников, то есть сюда только священники заходили И большой внутренний двор Туда могли заходить и другие израильтяне, он вокруг В который вели двери, отделанные медью Море он установил с правой стороны к юго-востоку от храма Хурам, напомню, что это финикийский мастер, которого специально прислали из Тира Потому что он умеет то, чего израильтяне не умеют Правда, и сам на половину израильтянин Изготовил котлы, лопатки и чаши для крапления крови Он совершил все работы, которые выполнял для царя Соломона в храме Божьем Две колонны, две капители в виде чаш на вершинах колонн Смотрите, все самое тонкое делает финикийский мастер Как в Кремле итальянский Аристотель Феррованте строил И даже не сказано, чтобы он верил в единого Бога Ну просто вот мастер тоже имеет право быть Более того, абсолютно необходимо, если хочешь сделать что-то хорошее Итак, две колонны, две капители в виде чаш на вершинах колонн Две плетенки, покрывающие чашевидные капители на вершинах колонн Мы плохо себе это представляем Ну то есть капители, это вот украшения колонны сверху И на них, возможно, какие-то плетеные из металла узоры Как бы вот там гирлянды, венки, что-то такое 400 гранатовых плодов на двух плетенках По два ряда плодов на каждый из плетенок Покрывающих чашевидные капители колонн Значит, они еще свисают Вот какая-то очень тонкая работа Он сделал подставки и чаны, стоящие на подставках Одно медное море, двенадцать быков, поддерживавших медное море Котлы, лопатки, вилки Все это утро для царя Соломона, строившего Господний храм Хурам-Ави изготовил из полированной меди Царь отливал их в Орданской долине Вових от дома между Сукотом и Царедой То есть даже указано, где конкретно использовалось вот это все Делалось, точнее, это все, где была у него литейная мастерская Соломон сделал этой утварью великое множество И меди на нее пошло без счета Еще изготовил Соломон другую утварь для Божьего храма Золотой жертвенник, столы для хлеба, что должны лежать перед лицом Господа Это было обычное хлебопредложение, так называемое Их меняли, то есть это как бы была такая, ну что ли, закуска То есть как они себе представляли храм или скиню В общем-то, как очень богатый дом А что есть в доме? Стол, светильник, на столе еда Ну как же, если нет еды, то, значит, дом бедный Вот на стол выкладываются хлебопредложения Их потом священники съедали Еще эпизод, где царь Давид попросил еды у первосвященника Тот ему дал эти самые хлебы, потому что больше ничего не было Светильники с лампадами, которые зажигают, как положено, у входа в святилище Тоже из чистого золота Освящение должно быть в богатом дворце, да? Цветки, лампады, щипцы Не очень понятно, что за цветки, лампады, щипцы Щипцы, может быть, для того, чтобы фитильки поправлять, горящие, да? Все из золота, причем самого лучшего Ножницы, чаши для кропления кровью Ложки для благовония Жаровни из чистого золота И даже внутренние двери, ведущие в святыню святыни Двери храмового зала Тоже были из золота Вот храм абсолютно великолепный Прекрасный, очень дорогой И царство, которое может себе это позволить, да? Ну, что ж, храм уже почти полностью описан Как завершаются работы Об этом следующая глава Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok